Цветы из крема. Один из моих самых любимых декоров для тортов. А это мой базовый рецепт белково-масляного крема, который я использую для кремовой флористики. Он не сложен в приготовлении, из него получаются прекрасные цветы. Также этот крем можно использовать для покрытия торта. Перед тем, как приступить к приготовлению, обязательно нужно достать масло из холодильника и нарезать его на кубики. Сразу обращу ваше внимание, что для этого рецепта необходим кулинарный термометр. Рабочая температура масла перед использованием 15-17 градусов. Параллельно с тем, пока масло доходит до необходимой температуры, я подготовлю другие ингредиенты. Соединяю сахар, белки и лимонную кислоту в жаропрочной миске. Отправляю миску на водяную баню и постоянно помешиваю венчиком. Сахар должен полностью раствориться, а белковая масса должна дойти до температуры 60-65 градусов. Как только белки прогрелись на необходимой температуре, я снимаю их с огня и переливаю в другую миску. И сразу же взбиваю их миксером. Ставлю скорость чуть выше среднего и взбиваю до пышной светлой массы. И обязательно взбивать до устойчивых пиков. То есть масса белковая должна быть абсолютно стабильной. Чем лучше взобьется белок, тем стабильнее будет в дальнейшем крем и, следовательно, цветы. Белки после взбивания необходимо остудить до температуры 26-28 градусов. Можно убрать их в холодильник на несколько минут. После этого к белкам отправляю масло необходимой рабочей температуры 15-17 градусов. И взбиваю все до однородной мягкой массы. Сначала может показаться, что крем расслоился, но не переживайте, это обычное явление. Продолжайте взбивать. Периодически останавливайте миксер и счищайте крем с краев чаши. Крем готов тогда, когда он перестал отделять жидкость и стал абсолютно однородным. Это основные две насадки, которые я буду использовать для создания ромашек. Прямой лепесток 104-103 от ЭКО и обычная насадка круг диаметра где-то 3 мм. Важный нюанс относительно этого крема, что перед его использованием, перед закладкой в кондитерский мешок, его обязательно необходимо вымешать силиконовой лопаткой, то есть убрать все пузырьки воздуха. Это можно сделать, если вы будете красить крем в определенный цвет. И одновременно, когда вы будете замешивать краситель, он у вас дойдет до нужной консистенции. Потому что если вы будете сразу делать цветочек из невымешанного крема, то он будет очень нестабилен. Использую я пищевые водорастворимые красители. Сейчас подготавливаю желтый цвет для серединки ромашки. Добавила немножко на зубочистке краситель и вымешиваю сейчас силиконовой лопаткой. Такой оттенок меня вполне устраивает. Поэтому я сразу перекладываю крем в кондитерский мешок. Обрезаю мешок и надеваю насадку, фиксируя ее. Все, мешочек с кремом готов. Теперь я подготавливаю основной крем для лепестков. Окрашивать я его не буду. Вот такой цвет для ромашек меня полностью устраивает. Если вы хотите выбелить такой белый цвет, иметь лепестков, то необходимо добавить белый пищевой краситель. Ну вот и все. Основной цвет также готов к работе. Также мне понадобится вот такой гвоздик для цветов и подставка. При работе с белковым масляным кремом необходимо обязательно использовать перчатки. Такие двухступенчатая защита получается. Либо же, если у вас есть кондиционер, включайте кондиционер. Перчатки одеваю на ту руку, в которой буду держать мешок. Это необходимое условие, потому что масло, которое в составе крема, оно от соприкосновения с руками обязательно будет таять. И цветы будут получаться нестабильными. Сейчас покажу, как делаю цветочек в реальном времени. Не переживайте, если первые цветочки будут у вас не такие красивые, как бы вам хотелось. Потому что, как первый блин, комом, так и цветочек может быть комом. Рука должна привыкнуть, вы должны приловчиться. И остальные цветочки пойдут как по маслу. Я вот делаю цветочек. И самое большое мое переживание, чтобы не убрать, не сместить его с кадра. И вот именно поэтому у меня может быть какое-то такое волнение. И не совсем хорошо получается. Но сейчас все будет отлично. Далее я делаю желтым цветом такие пупырки. Серединку. Она должна быть гармоничная. Делайте ее по кругу. Где-то примерно сколько? 7-8 пупырочек. Но уже будете видеть, чтобы она все была органично. Ну вот, такая ромашечка получается. По-моему, отлично. Обратите внимание, что я использую вот такие вот квадратики из пергаментной бумаги. Предварительно их необходимо нарезать, чтобы в дальнейшем делать цветочек. Каждый лепесточек я делаю сверху вниз. То есть, получается, стяну как бы его к центру. Получается, визуально я себе рисую такие два полукруга, если разделить одну ромашку напополам. То есть, сначала я рисую один полукруг, а потом рисую второй полукруг. Либо же ориентируйтесь по квадратику из пергамента. Начинайте делать полукруг с середины одной стороны и заканчивайте на середине противоположной стороны. Ну вот, мое ромашковое поле готово. Теперь отправляю все эти цветочки в морозильную камеру где-то минут на 10-15. Тем временем я красила часть основного светлого крема в зеленый. И покажу, как я делаю зелень для декора. Беру насадку. Такой изогнутый лепесток розы. 124, 125, 126. Может быть, Атека, либо же другая насадка, какая у вас есть. Беру твердую поверхность. Сверху пергамент. И рисую листочки. Может быть, слово рисую здесь не совсем подходящее, но я визуально приставляю листочек. И вот так введу рукой, формируя подобные линии, как у листочка. Для этого тортика мне много зелени не понадобится. Но я сделаю заготовки сейчас себе, чтобы в дальнейшем использовать эту зелень в следующих каких-то декорах. И сейчас всю эту зеленушку отправляю, так же как и ромашки, в морозильную камеру на стабилизацию. Ну а теперь приступаю непосредственно к декору самого торта. Достаю торт из холодильника и цветочки из морозилки. И чистыми руками выкладываю аккуратно ромашки на торт. Выкладывать ромашки буду в форме венка по кругу. На определенном этапе вы почувствуете, что цветочек начинает таять и тем самым становится хрупким, ломается. Поэтому сделайте паузу и отправьте все цветочки в морозильную камеру. Минутки 2-3 достаточно будет крему, чтобы он опять схватился и стабилизировался. А я тем временем отреставрирую ту ромашку, которую сломала. Я отправляю ромашки в морозильную камеру и достаю зелень. Для композиции буду использовать всего лишь несколько лепесточков, чтобы они так сильно не бросались в глаза, но и тем самым освежали общую картину. Обязательно смотрю в процессе, как будет выглядеть тот или иной листочек. И в процессе меняю его расположение, если вдруг что-то не понравится. Достаю ромашки из морозильной камеры и продолжаю дальше декорировать торт. Сейчас я выкладываю верхний ярус или второй этаж, для того, чтобы венок из ромашек оказался более объемным и интересным. Теперь я беру кондитерский мешок с желтым кремом, ту насадку, которую я использовала для середины кармашек, и делаю дополнительный декор с помощью него на торте. Для полноты картины можно положить несколько ромашек вниз на подложку. Тем самым это будет выглядеть более органично. Напишите в комментариях, как вам такой декор. Мне очень интересно ваше мнение. И если это видео было для вас полезным, то обязательно поддержите его лайком.